Девушки отдыхают Девушки отдыхают Опять замечтался что ли? Весь мать, вечно в облаках видаешь Пошел бы лучше сестру поискал что ли? Она играет у ворот на холмовом поле И не забудь, ты ей еще ничего не подарил на день рождения Только не говори, что забыл про подарок На этот раз, сынок, я тебя спасать не буду Я лучше дам тебе по монете за каждое совершенное тобой доброе дело Так ты быстро соберешь на подарок А теперь ступай и веди себя хорошо Ложий потерялся Элла оставила А где, не помню А ему надо заплатку поменять А я не могу его найти Помоги, а? Ози, это такой плюшевый мишка с синей заплаткой А вдруг твоя жена узнает? А о жене моей не беспокойся Она белье стирает Ну, иди сюда, моя кисонька Беги себе Мы заняты Я тебя больше всех люблю Пышечка-то мы Что? Да я просто... Я впервые вижу эту женщину Слушай, сынок Не болтай об этом Идет Моя жена сидит дома А я должен быть на работе Но человек имеет право делать, что ему нравится Согласен? Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне Я тебе дам золотой Молодец, мальчик Вот тебе монетка Мой тебе совет Не привязывайся ни к одной бабе О себе забудься Все остальное ерунда Никто меня не понимает Ты одна Скажи ей скорее Я не могу больше ждать Ты моя крошка сладенькая Ой, а мой идет Может, я сейчас в соседке Даже не догадывается Мать-то узнает, что он тут натворил Вот рассердится Право слово Куда же мой муженек запропа... Право слово И где это мой муж-бездельник шляется? Небось, с бабой какой-нибудь Я ему дом содержи, детей расти А что в ответ получаю? Кукиш! Если ты его найдешь, скажи мне, ладно? Вот как Так я его оборотнем на корм пущу Спасибо, что сообщил, юный сэр Ну, погоди Доберусь я до этого хряка А? Подходим, покупаем Ах ты, подонок Надо было тебя сразу отрезать Да не делали мы ничего, правда И не смей меня оскорблять Права была моя матушка Да не делали мы ничего, правда Если ты думаешь, что я собираюсь тебе жратву готовить И тряпки твои стирать Пока ты тут со своей шлюхой развлекаешься То нет Да кто она вообще такая? Какая-нибудь девка деревенская Помоложе меня То он тебе по дому помогает А то яблоки таскает Пожалуйста Найди мою мишку Пусть Товар в ассортименте Привет, я торговец Брожу по свету Покупаю да продаю всякие товары Особенно для таких славных ребят Одна девочка сказала, что у тебя есть сестра И у нее сегодня день рождения А подарка у тебя еще нет, как я вижу У меня случайно имеется весьма чудная коробочка конфет Улыбка на лице любой сестры гарантирована Причем всего за три монеты Боюсь, сынок У тебя финансовый кризис Я прошу всего три монеты А как твоя сестрица обрадуется Помнишь, отец тебе сказал, что заплатит за твои добрые дела Хм, я человек слова Так что вот тебе за добрые дела Но не думай, что на хулиганство я буду смотреть сквозь пальцы Постарайся не лезть в неприятности Ради меня Итак, тебе хватит денег на подарок для Терезы Тебе повезло Конфеты еще не купили Скорей Давай сюда три золотых И они твои Боюсь, сынок У тебя финансовый кризис Я прошу... Помнишь? Вон он, поросенок Я иду за ним Так, я поймал тебя, негодник Мне сообщили, что ты совершаешь плохие поступки Активное соучастие в супружеской измене Подобное поведение недопустимо Будь ты взрослым Тебя бы следовало задержать и оштрафовать Задумайся, мой юный друг Стоп, пока что я тебя оставлю Но подумай о моих словах Товар берем И не смей меня оскорблять Права была моя матушка Благодарю за информацию Вот свинья похотливая Если ты думаешь, что я собираюсь тебе жратву готовить... Ах ты, свиненок, мы же договорились Да кто она вообще такая? Благодарю за информацию Ах ты, подонок Надо было тебя сразу отрезать Прошу тебя, милая Прошу тебя, милая Прошу тебя, милая Интересно, что он теперь учудит Ох, вот хорошо-то Слушай, мальчик, сделай одолжение Мне надо сходить, ну, знаешь, по зову природы А ты постой тут, посторожи склад Вот молодец Просто стой между штабелями и с места не сходи Когда вернусь Отблагодарю Все, я ненадолго А мой брат говорит, что в бочках на складе бывают всякие штуки Скорей, пока мужик ходит, разбей его бочки и погляди, что в них Если не боишься Если ты не боишься Если ты не трусишь, как девчонка Ну, пошли, чего поломаем Так и будешь там стоять, как тупой? Быть хорошим скучно Разве не лучше чего-нибудь поломать? Давай, еще есть время, пока мужик не вернулся Да ну тебя, зануда Ну и фиг Делай свои добрые дела Прекрасно, спасибо, малыш Ты мне очень помог Скажу твоему папаше, какой ты славный сторож Пожалуйста, найди мою мишку в ухе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хм, я человек слова Так что вот тебе за добрые дела Но не думай, что на хулиганство я буду смотреть сквозь пальцы Постарайся не лезть в неприятности Ради меня Итак, тебе хватит денег на подарок для Терезы Тебе повезло, скорей Изволь, юный сэр, и поздравь от меня сестру с днем рождения Ты мелкий недоумок Помоги, убери его от меня Он повсюду ходит и бьет маленьких А ты ведь сильный, он тебя точно испугается Чё тебе надо? Не видишь, я соплю мучаю Он меня достал играться с моей сестрицей и ее дурацким Мишкой И не хочет мне Мишку отдавать, потому что я ему башку оторву Я ему сказал, не будет слушаться, я ему жизнь в кошмар превращу Помоги, он повсюду, а ты ведь сильный Это что? Ты прям как моя плакса-сестричка Это что? Ты зачем играешь с девчонками и детскими игрушками? Ты телегу моей матери почистил, как я велел? Это что? Помоги, он от ив... Помоги, он от ив... Помоги, он от ив... Это что? Ты мелкий недоумок Ты что дел, мама? Всё понял, не буду его трогать Только не бей меня больше Спасибо, ты меня просто спас Слушай, присмотри за Мишкой, чтобы с ним ничего не случилось. Ты нашел Рози? Большое спасибо! Пойдем, Рози, поменяем тебе заплатку. Хм, я человек слова, но не думай, что постарайся нелетно. Я смотрю, ну так иди и подари... Привет, братик! Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день? Как в том году? Извини, что я тебя ночью разбудила. Мне опять снился страшный сон, как будто я играю тут на поле, а потом что-то случилось. Но я не помню, что. Хотя это ерунда. А вот подарка я еще не получила. Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все как было во сне. Пойдем домой. Мама может с минуты на минуту появиться. Подожди! Что-то не так! Разбойники! Это все по правде! Они здесь! Тебе надо спрятаться! Готов! Зло пришло в лугу Квейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие и рубившие все на своем пути. Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде. И вскоре улицы были завалены телами. И вот нападавшие дошли до последнего дома, где жила семья нашего мальчика. Его-то и искали жестокие убийцы. Отец встал на защиту своих родных, но не был он воином и пал смертельно раненый. Разбойники перевернули весь дом, но мальчика так и не нашли. Его мать и сестра молчали, несмотря на все пытки и угрозы. В результате злодеи увели обеих с собой. Спрятавшись в лесных зарослях, мальчик смотрел, как вся его прежняя жизнь обращается в пепел. Он остался один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Меня зовут Мэйс. Я глава гильдии героев. Ты, должно быть, слышал о ней. Во всем Альбионе ты не найдешь места безопаснее и роднее. Если же тебе нужна месть, только мы сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанием. Девушки отдыхают... Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мэйс, наверное, знает, что делает. Что ж, иди за мной. Комната у вас будет на двоих Суиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно поспать. Учеба начнется завтра. Пора вставать. Это ты, что ли, сосед мой? Мелковат что-то. Меня звать Уиспер. Я тут уже месяц. И до сих пор у меня была собственная комната. Хотя, ладно. Ты знаешь, что ты во сне разговариваешь. Будто тебе снится что-то страшное. Это со многими бывает первую неделю. Для некоторых она же становится и последней. И для тебя станет, если не пошевелишься. Давай, нас наставник ждет в комнате с картой. Ты же не хочешь первый день опоздать? Двигай за мной! Хм. Наверное, наставнику надоело тебя ждать. Нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем. Пошли! Кончай болтать. Становись в круг. Будем драться. Главная дверь гильдии. Представляешь, как все будет, когда мы сможем за нее выйти. Эй, молодой человек. Осторожней, парень. Опасность повсюду. Снова ты? Выпить хочешь? А нельзя. Не болтайся здесь, пацан. Это трапезная. Тут все вместе обедают. А круг, где фехтует, на улице за мостом. Отлип от подушки, наконец. Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь ударь чучела как можно сильнее. Продолжай, пока я не скажу, хватит. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй этим. Да, так-то лучше будет. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся... В гильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Займись этой проблемой, а я буду ждать тебя у выхода из леса. Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Займись этой проблемой. Займись этой проблемой. Займись этой проблемой. Как же тебя учить на героя, если ты не можешь с жуками справиться? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок